О каких приставках мы говорили с вами в прошлый раз? Тайца! Мы говорили о приставках совсем-совсем старых, да? Проделевских. Это были приставки хумницы. Тайца! Тайца! Это приставка ПА! Это приставка СУ! Это очень редкие приставки сейчас. Более того, мы их уже, как правило, не выделяем. Не выделяем. В слове СУ! Не можно было бы выделить приставку. Нет, конечно. Вот, а поэтому этого корня нет. Остается только корень, да? Это странно выглядит, правда? Он будет в ГС, но поставить суп, который был корень. И все равно стране нет, и сахар ПА. Потому что мы знаем, что это слово пришло из французского. Суп. Как на Руси в XVIII веке говорили, конечно, не суп. Пахлёбка. Пахлёбка, конечно. Уха. Замеце уха означало белый суп. Не обязательно рыбный. Да? Уха. До сих пор говорят, по-сербски, юха. А говорили тогда щи? Говорили, конечно. Щи, сумка особой, и с... И с чего? С щи. А? Шерли. И щи, а визанщи. С щерля, нет. Из капусты, конечно. Из капусты. Да? До сих пор, конечно, есть щи, конечно. Пахлёбка, конечно, есть уха. Но всё это стало бы значит разные блюда. А мы говорим суп. А в слове суп-гроб. Почему я хотя бы пунктиром помогу выделить вот эту приставку? Потому что гроб. Гроб, не совсем гроб. Гроб, не гроб. Так, давайте одно претерли. Гробовщик. Грабитель. Гробовок. Гробовок. Ещё. Гробовщик. Гробовщик. Ещё. С чередованием что-нибудь давайте. Гробовщик. Гробители уже были. Ещё. Гроби-цел. Гроб, то, что я взял. Сгрёб. Сгрёб, конечно. Гробители там. Гробители. Вести. Вот он, как я, говорит. Ну, да. Несмотря на то, что там нет. Гроби-цел. Небе-цел. Гроб. Это то, что на гребе-но. Да? У-у-у-у-у. Нету. Да. Шармите. Гробите. Значит, вот он, этот самый древний корень. Но он, гроби-цел. Гроби-цел древний? Конечно. Ещё раз напоминаю. Чем больше в корне чередований, тем он древнее. Тем он древнее. Правда? Значит, аэропорт самый древний сук. А где там чередование? Задумался человек. Тутэн. Су-гроб. Замечательно. Гре-и-сти. Прекрасно. Так что су-гроб отсылал в су? Это произойдет рассуждение. Нет, конечно. Су-это целиком сбори. Всё хорошо. А вот в су-гробе мы можем выделить приставочку. Помните су-глинок? Это что? То, что су-глинок. Не совсем глина. Не совсем глина. Вместе с глиной, скорее. Вместе с глиной. Су-кровица. Нет. Да, это су-глинок. Вместе с глиной. Вместе с глиной. Вместе с глиной. Совершенно верно. Замечательно. Какие словечки мы помним в слове? Су-мятица. Это не совсем мятеж, но это какая-то суматоха. Правда? Су-мятица. Су-мятица.